На внедорожниках премиум марок хозяева крайне редко съезжают с асфальта, не используя их внедорожный потенциал даже наполовину. А вот более демократичные модели порой выкладываются на все сто. Узнаем, что интересного появилось в этом сегменте за последнее время. Китайский холдинг Бейк представил брутальную полноразмерную модель Beijing BJ60. Новинка получила несущий кузов вместо рамы. Но на пересеченке она не спасует благодаря жесткому подключаемому полному приводу и понижающей передаче, трем блокировкам дифференциалов и девяти режимам внедорожного движения. Под капотом двухлитровый турбомотор и 48-вольтовый стартер-генератор, выдающий на пару 266 лошадиных сил. Выход BJ60 на рынок ожидается в третьем квартале этого года. Следующая новинка от Toyota. У нас внедорожная линейка представлена Fortuner, Prado 300 Land Cruiser, а за границей есть еще и Sequoia. До конца лета компания планирует вывести на Заканский рынок третье поколение этого полноразмерного внедорожника. Чтобы не отставать от трендов, японцы предлагают для новинки исключительно гибридную силовую установку. Зато с неплохой оттачей в 443 лошадиные силы и возможностью электрохода, правда на скорости до 30 км в час. Новая Sequoia сохранила полноценную рамную конструкцию, но при этом внедорожником, в прямом смысле слова, является лишь ее топовой версией. Жестко подключаемой передней осью, раздаткой и блокировкой заднего дифференциала. Стартовая же комплектация заднепривод. А вот модель Tank 300 от суп-бренда компании Great Wall Waters уже в базе имеет полный привод, понижающую передачу и межколесную блокировку. Но этого китайцам показалось мало, и недавно свет увидела еще более внедорожная спецверсия. Frontier Limited Edition. Ее отличает обвес, усиленные бамперы и покрышки, багажник на крыше, шноркель для преодоления бродов и встроенная лебедка. А вот в техническом плане все осталось по прежнему. Под капотом бензиновая двухлитровая турбочетверка мощностью 227 л.с. и восьмиступенчатый автомат. Трехсотый танк на наш рынок привезти обещают уже скоро. Появится ли в продаже и спецверсия покажет время. В любом случае будет здорово, если подобных машин у нас прибавится. Все-таки кроссовер, пусть даже и полноприводный, не самый надежный компаньон на настоящей охоте и рыбалке. Тем более в России.